Приветствую, моя Сольга. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Ну, совершенно очевидно, что вами описывается определенная модель поведения. Вот, вами описывается мозогистическая модель поведения, вами описывается модель поведения, когда именно жестокое, грубое обращение с вами вызывает у вас ощущение легкости, эйфории, возбуждения и определенности. Вот, на последнее слово, на слово определенность, я бы, наверное, заострил ключевой момент. Ну, тут основное внимание я бы заострил на этом слове. Почему? Потому что, по факту, именно ощущение определенности, то есть, все-таки такое понимание того, что плохо, а что хорошо, дает человеку, ну, возможность испытывать все остальные чувства. То есть, по сути, это такая базовая потребность в безопасности, получается, да? Вот, и у вас эта вот потребность, она удовлетворяется, получается, за счет мазохистической такой модели поведения, когда вы не очень хорошие, не очень позитивное отношение к себе, вот, со стороны, ну, со стороны молодых людей, со стороны мужчин, вот, принимаете за позитивное. То есть, вам это нравится, а нравится, когда к вам относится плохо. Вот, это, да, это жертвенное поведение, то есть, это поведение жестовое, это поведение, а вот, соответственно, мазохистическое поведение. То есть, что? Какое же поведение? Нет, поведение, связанное с необходимостью в жестокости. Только, когда относятся к вам жестоко, когда относятся к вам грубо, когда относятся к негативно, вы чувствуете себя хорошо. Почему? Потому что есть ощущение, есть установка и взгляд, что вы этого заслуживаете. Вот. Это первое. Второе. То, что совершенно очевидно, вам подавляются чувства, то есть вы свои чувства, условно говоря, подавляете, вы склонны к тому, чтобы их подавлять, вы склонны и вы себе не принимаете, то есть по большому счету глобально вы себе не доверяете. Глобально то, что вы описываете судительство о том, что вы себе не доверяете. Вот. И, собственно, вот это вот такая картинка, если мы говорим про общую, самую-самую общую картину того, что вы описываете. Вот. Соответственно, с этим нужно работать, с этим нужно работать и с этим можно работать, с этим нужно работать. Другой вопрос, как вы хотите с этим работать? То есть можно ли изменить? Да, конечно, можно. Изменить можно много чего и в данном случае это не исключение. Вот. Это можно изменить. Вопрос в том, как, да? Через психотерапию, например. Либо вы сами будете долго и мучительно идти к каким-то изменениям. Вот. Далее. Следующий момент, который я хочу осветить. Следующий момент, который я хочу осветить, касается влюбленности. Что из себя представляет, грубо говоря, ваша, ну вот, такая, если можно так, выразиться влюбчивость или влюбленность в определенный тип мужчин? То есть как проявляется ваша влюбленность, что она из себя представляет влюбленным? Очень неплохо было бы это разобраться. Почему? Потому что это важно. Вот. по той причине, в первую очередь это важно, по той причине, чтобы вы сами для себя лучше понимали, о чем идет речь. То есть чтобы вы лучше отдавали себе отчет в том, что происходит с вами. Вот. Чтобы вы отдавали себе отчет в том, как с вами это все происходит. То есть как происходит вот то, ну влюбленность. Да? Вот. И, ну на чем она основана эта самая влюбленность? Там еще, ну влюбленность она там по большому счету бывает равна. Вот. И, как бы нужно смотреть. Вот. Нужно смотреть. Вот. Нужно смотреть. Нужно смотреть, что конкретно вы видите. Вы, ну, что конкретно вы чувствуете и что конкретно вы ощущаете. Вот. С чего конкретно вы хотите и что конкретно вам нужно. Вот. Корректируется ли этот момент? Да. Конечно. Этот момент корректируется. Вот. Корректируется этот момент, ну, достаточно, скажем так, успешным. Вот. То есть сказать, 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 что быстро, что быстро, нельзя. Вот. Ну, именно, что быстро это делать. Вот. Нельзя. Но, корректироваться надо. Вот. Другой вопрос в том, вот готовы ли вы, как бы, ну, корректировать это. Вот. Готовы ли вы этим понимать. По сути. По сути. По факту. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. На этом все. В принципе, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего вам самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена.